Там ровно один, он ровно один все время, что коммунизм, он приступен. И надо в настоящее время приравнять коммунизм к нацизму, ибо это одно и то же. Ну, то есть вот, есть два зверя, волк и собака. Волк живет в лесу и всех жрет, а собака живет возле человека и сторожит стада, и вообще лучший друг человека. Но мы будем доказывать, что это одно и то же, потому что у них есть четыре лапы, нос, зубы, и они покрыты шерстью. Это одно и то же, поэтому коммунизм и нацизм это одно и то же. Это первая, так сказать, ступень. Коммунизм преступный, преступен в своей сути. Коммунисты преступники, коммунистический режим преступен. Это первая ступень. Дальше внезапно окажется, то есть как только первое, чего вы достигли, вот он, преступный ваш режим, а значит, результаты Второй мировой войны, они достигнуты преступным путем и недействительны. Все, что вы там завоевали, границы, это вопрос территориальной целостности. В первую очередь, любой пересмотр исторических, так сказать, фактов, это всегда пересмотр территориальной целостности страны. Значит, от вас надо отрезать Выборг, отдать острова Японцам, то есть всю Карелию отдать, Японцам там отдать, здесь отрезать, там отрезать, тут и все пересмотреть. А дальше следующим этапом выяснится, что от вас, от вашего коммунизма пострадала масса народов. Вы вот убивали борцов за свободу в Средней Азии, например, вы их басмачами почему-то называли, или там душманами какими-то. На самом деле, это муджахедины, это борцы за веру были, люди за святое дело боролись, а вы, красная сволочь, убивали их, ни за что, ни про что, вот этих вот отважных борцов. Что надо делать? Надо платить репарации. А вот в Прибалтике там лесные братья сидели в лесу, тоже за свободу боролись, они вынуждены были идти в СС, чтобы с вами воевать. И на Украине то же самое, они вынуждены были, потому что вот это вы гады такие, это два преступных режима сцепились. То есть, отлично, этим репарации заплатите, этим, 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 а деньги где брать? Ну, известно где, у вас есть нефть, у вас есть газ. Обратите внимание, у вас кругом ворье, вы все воры, это отличительная черта русских. Еще Карамзин ваш говорил, как там дела в России? Воруют? Это про вас, у вас веками одно и то же, вы воруете, вы не можете распорядиться ресурсами правильно. Давайте распорядимся ресурсами мы, отойдите в сторону, мы будем продавать вашу нефть и газ, и мы заплатим вот этим вот пострадавшим от вас людям. Дальше все это планомерно перетечет в еще более интересную фазу. Дальше окажется, что вы, ну, когда вот он коммунизм, обратите внимание, это как было в советских республиках, были коммунисты сначала, и все зло было в коммунизме. А потом внезапно, в кавычках, выяснилось, что все коммунисты были русские. И конфликт, так сказать, из сферы псевдоидеологии мгновенно перешел в националистический. Что вот мы здесь, понимаете, узбеки и таджики, а русские захватили все хорошие должности. Это почему? Как это так? Гнать отсюда, гнать! И сразу наступит счастье у нас и в Таджикистане, и в Узбекистане, и вот везде. Ну да, выгнали, и что теперь там настало? Откуда вы-то здесь миллионами взялись теперь, приехали сюда на заработки? Оказывается, это не мы из них соки сосали, а они за наш счет прекрасно жили. И теперь они сюда приехали. Ну вот. И в глобальной перспективе будет то же самое. Вот, разобрались с вашим преступным коммунизмом, а теперь оказывается, ну, это было очевидно, конечно, с самого начала, что вы, русские, вы природные носители коммунизма. Это в вас сидит то, что говорили изначально, склонность к коллективизму, объединенным действиям и прочее, и прочее. Это в вас сидит на генетическом уровне. Вы природные носители коммунизма. А поэтому быть вас не должно. Не будут, естественно, там, как индейцам, подкидывать зараженные оспой одеяло. Это изведут по-другому, назначат протекторат, другое руководство, другая идеология, сменить язык и еще чего-нибудь. При нынешней машине оболванивания посредством средств электронной информации, все это не так трудно, как может показаться. И, естественно, найдется огромное количество дегенератов, которые все это поддержат. Которые сначала призовут покаяться за грехи предков. Надо покаяться, понимаете, перед Богом мы виноваты, перед людьми, еще чего-нибудь. Давайте покаемся. Сказал А, скажешь и Б. Сначала покаялся, потом отдашь землю, потом будешь платить деньги, а потом не будешь себя русским называть. Все, оно идет одно за другим. Тихо, мирно и постепенно. Тот, кто этого не видит, тот, на мой взгляд, умственно неполноценен. Тот, кто не понимает последствий, ну, там совсем с головой плохо. Таких людей ни к идеологии, ни к управлению подпускать нельзя.